Обычно классический кулич сопровождается классической глазурью, которая готовится с помощью сахарной пудры и белка яйца. Но рискованная глазурь, учитывая, что мы используем сырой белок, и чтобы не рисковать, не волноваться о том, подцепим мы сальмонеллу или нет, я предлагаю альтернативный вариант и приготовить глазурь на желатине. Готовится она так. Чайную ложку желатина, быстрорастворимого, пищевого, заливаем двумя столовыми ложками холодной кипяченой воды, размешиваем и оставляем набухать. Так как это быстрорастворимый желатин, то он практически сразу начнет уже и растворяться. В сахарную пудру добавляем 2 столовые ложки воды, ставим на средний огонь. И тут по вкусу. Вы можете добавить либо несколько капель лимонного сока, либо чуть-чуть ванилина. Мне больше по вкусу лимонный сок, поэтому я добавлю лимон. Ставим на огонь, размешиваем все вот эти комочки сахарной пудры, чтобы их не было. И подогреваем немножко. Не должно пригорать, но вся сахарная пудра должна раствориться. Нам нужно довести вот этот сироп до кипения. Не кипятить, но довести, когда он начнет вот-вот кипеть. Смотрите, начались уже маленькие пузырьки. Значит, он уже начинает кипеть. Снимаем с огня и добавляем наш уже разбухший желатин. Все тщательно размешиваем и взбиваем миксером. Смотрите, какая глазурь получается. Белая, такая густая. Ей уже вполне можно мазать и украшать куличи. Белая, такая густая. Белая, такая густая. Смотрите, какие глазурьи. Белая, такая густая. Продолжение следует...